приветствую уважаемые трейдеры и инвесторы сегодня на youtube канале брокера о маркет мы начинаем новый формат эфиров макро трейдинг в рамках которого я расскажу вам о том как непосредственно я торгую используя макроэкономический анализ используя статистический и технический анализ как с помощью этого всего можно зарабатывать деньги как вам можно этому всему обучиться потому что каждый из этих видео будет состоять из обучающих обучающей части и непосредственно практической части по разбору рынка и непосредственно живой торговли поэтому эти видео я надеюсь будут вам максимально интересно смотрите изучайте обучайтесь и непосредственно зарабатывайте деньги меня зовут михаил ричер я являюсь трейдером управляющим активами с опытом работы уже более 13 лет на данный момент я управляю телами компании киверсистем за прошлый год мы выросли более чем в семь раз тоже являюсь вхожу вернее в спиртный совет публичного фонда ярослав мудрый это первый в украине инвестиционный фонд который инвестирует в американские акции поэтому опыт работы у меня есть как непосредственно торговать как инвестировать и как зарабатывать деньги на валютном фондовом и сырьевом рынке я знаю и могу с вами поделиться тем более что меня есть команда аналитика которые уже за последние три года дает публичные сигналы только прошлый год они заработали более восьмидесяти процентов на валютном рынке поэтому вам будет максимально интересно то это и ту торговую стратегию трое я вам сейчас представлен сегодня мы разберем с вами более основной организационные моменты покажу непосредственно про то как делать макроэкономический анализ на что обращать внимание и как это сделать быстро не удаваясь в сложные подробности экономики вот ну и покажу непосредственно как во первых определить макро тренд как определить основные статистические зоны покупки продаж и и непосредственно как торговать поэтому давайте будем начинать чтобы вас не задерживать и себя не задерживать основную идею которую я хочу донести это то что мы всегда должна торговать осознанно то есть каждый наш наша сделка должна быть проанализирована осознанно проанализирована и не заходить просто потому что нарисовался какой-то там не знаю две полосочки нарисовали закрыли глаза две полоски нарисовали и получили какой-то воздушный уровень от него заходите в сделку и так далее то есть это это не то сами задумайтесь вот как торгуют инвестиционные банки как куда они вкладывают деньги куда вкладывают управляющих для чего они делают всю эту аналитику для того чтобы понимать куда стоят уже деньги и как с этого максимально много выжить а угадай какие торговли на казино мы этим с вами заниматься не будем и этой этой торговой стратегии я вообще не придерживаюсь и вам не рекомендую вот поэтому давайте пошагово разберем что нам нужно знать у нас есть всего три пункта макро тренд статистические зоны покупки продажи и риск менеджмент что такое макро тренд главная задача макроэкономики в частности фундаментального анализа макроэкономического анализа заключается в том чтобы определить какой на данный момент экономический цикл находится в той или иной стране собственно непосредственно которую мы с вами анализируем это раз второй момент определить будут ли инвесторы вкладывать деньги в эту страну и третий момент это какой политики будут придерживаться контрольные регулирующие органы этой страны в частности это центральный банк и минфин и непосредственно как это повлияет на ожидание рынка то есть три пункта понимание того по какую политику ведет центробанк и минфин второй момент это определение текущего экономического цикла и третий момент это определение ожидания рынка и то будут ли инвесторы вкладывать сюда деньги если мы это все поймем то в таком случае мы будем понимать будет ли спрос на активы этой страны раз будет спрос соответственно в первую очередь нужно купить валюту а потом уже покупать активы так как в любой стране активы на территории ее страны продаются в местной валюте а в какие активы про какие активы идет речь в первую очередь речь идет про активы рынка капитала в частности облигацию самая большая доля инвестиций находится именно в на рынке облигации так и в частности государственных облигаций и чем больше спрос на государственные облигации тем больше непосредственно спрос на валюту, потому что сначала надо купить валюту, потом уже гособлигаций и в результате валюта будет укрепляться. И обратная картина. Как только деньги уходят, то валюта обратно пойдет на снижение. И для того, чтобы проинтусировать вам этот момент, можно посмотреть на курс гривны на начало 2019 года. Давайте даже сразу с вами его посмотрим, разберем. Доллар-гривна. На начало 2019 года доллар-гривна была по курсу 27-68, даже в моменте была 28-13, даже больше. То есть по фактической расследованию было на начало где-то 28 гривен за 1 доллар. Теперь что происходит? На этот момент доходности по гособлигациям в Украине отравнялись 19 копейками процентов. В итоге все иностранные инвесторы просто начали вкладывать деньги в Украину. И если на начало года, если мне не изменяет правила, было 6 миллиардов гривен, вложено иностранными инвесторами, нерезидентами в ОВГЗ, то уже на конец года было 110 миллиардов гривен вложено в украинские ОВГЗ. Это все, как видите, спровоцировало то, что курс гривны начал укрепляться. То есть это доллар гривна, это обратная фактическая. То есть курс гривна начал укрепляться и на данный момент уже 24-28, а в моменте было вообще 23-23, то есть курс гривна укрепился более чем на 17 процентов. Что, согласитесь, очень и очень и очень даже круто. Вот, понятное дело, сейчас идет немножко восстановленная девальвация, но... Этим я хотел показать то, что если инвестор интересно вкладывает деньги в эту страну, то в таком случае и валюта этой страны будет укрепляться, потому что спрос на нее будет. Вот, и это то, что нам надо определить. А как нам это определить? Проанализировать текущую ситуацию на рынке труда, проанализировать текущие изменения центра, но это тоже инфляция, и благодаря этому понять уже непосредственно действия Центрального банка и как результат получить ожидание рынка и направление тренда. Тогда мы получим глобальный макротренд по конкретной валюте, то есть мы не просто... Вернее, по конкретной стране, а в этой стране есть одна, только одна валюта. Вот, в итоге, что мы получаем? Мы получаем следующее, что у нас будет создана вот такого рода валютная матрица, то есть мы по каждой валюте определим, что с ней делать, продавать, там, например, доллар продавать, еврозону, в данном случае, у нас продавать, рубль продажа идет, Великобритания продажа и так далее. Новая Зеландия, Канада покупка. В результате мы определили, что нам делать с каждой валютой каждой отдельной страны. И мы это с вами будем разбирать в каждом нашем видео, потому что это первое. Я сейчас хочу больше объяснить, показать, как оно работает, на что я обращаю внимание, а все последующие мы будем больше заниматься с вами практикой. Вот, и в итоге мы получаем вот такую вот валютную матрицу. Зная вот эту валютную матрицу, можем понять, какая валюта будет во флете, какая будет иметь направление, там, четкое направление покупки или продажи. И в итоге мы уже более, скажем так, осознанно и более правильно будем заходить в сделки. Это первый момент. Второй момент. Понятное дело, что есть валюты, которые во флете, но в то же время их тоже можно торговать. И вообще любой вход в рынок, надо понимать какие-то зоны, где это зайти, где его купить, где его продать, надо какие-то модели входа. Я думаю, что большинство из вас, собственно, смотрите это видео, вы уже торгуете и уже используете определенный технический анализ для работы. Я уверен, что у вас уже есть какие-то правила входа по техническому анализу. Но тут возникает следующий момент. Почему работаете в тех анализе, когда стоит заходить в сделки по, ну, в частности, сейчас говорим про валюту. Смотрите, ни Центробанку, ни Мельфину, ни компаниям не выгодны, где слишком дорогой курс, то есть слишком дорогая валюта и слишком дешевая валюта. То есть всегда ее будут держать в какой-то зоне. И если валюта начнет сильное укрепление, то будут принимать меры для того, чтобы эту валюту удешевить. И обратная картина. Если валюта сильно падает, то будут принимать меры, чтобы эту валюту, наоборот, укрепить. В итоге мы получаем определенный волатильность валюты. То есть мы получаем, так называемый, давайте я его нарисую, чтобы было понятно. То есть мы имеем определенный средний годовой курс. Там вот так или вот так, неважно. И следующее, что мы имеем, мы, понятное дело, что относительно этого среднего, давайте я даже другим цветом нарисую, у нас же валюта ходит примерно вот так. И обратно возвращается. То есть, понятное дело, что она будет ходить не идеально, последнему будет вот такими отклонениями. И наша с вами задача заключается в том, что когда рынок отклоняется относительно средней цены на определенный диапазон, заходить в этом диапазоне в сделку и, соответственно, брать это движение до средней цены. Сегодня я не буду показывать модели расчетов, это все будем с вами разбирать на следующем нашем эфире, а сегодня я расскажу общую концепцию. Так вот, теперь смотрите, мы можем определив вот эту зону, мы можем спокойно понимаем, тем более, что куда рынок будет идти, мы можем спокойно зайти в сделку и дожидаться своей цели. Вот это тоже один из немало важных факторов, таким образом мы получаем статистическую зону, где можно или только покупать, или только продавать, потому что какая есть самая большая проблема для трейдеров в том, что а что делать? Вот хорошо, мы построили уровень, мы там определили какой-то не знаю, тренд и что дальше, а куда дальше заходить? Большинство трейдеров почему-то не знают, вот есть уровень, а что дальше делать? Покупать или продавать? И начинают вот так, а тут модель нарисовалась на покупку, тут есть модель входа, и на продажу, а давайте я сейчас куплю, а тут продам и так далее. Такого не будет, потому что у вас есть глобальный маркеттренд, вы знаете, куда надо заходить, и у вас есть статистические зоны, где надо покупать или продавать. Вот это самое главное. И далее вы строите уже уровни, дальше уже ждете модель входа, но когда вы понимаете, что вам в этом месте надо купить, то вы не думаете, где бы я здесь продал. Вы там не продаете, просто там покупаете, и все. И третий пункт – это риск-менеджмент. К сожалению, как показывает практика и обучение в университете МРП и личной консультации, 99% трейдеров или людей, которые называют себя трейдерами, не понимают риск-менеджмент, не понимают вообще торговлю, ну именно расчет риск-менеджмента, потому что весь расчет риск-менеджмента у них сводится к тому, что, например, мы здесь заходим в сделку, вот тут допустим, допустим в этом месте у нас там сформировалась какая-то модель, к примеру, вот какая-то рельса. Значит, мы здесь заходим в сделку, здесь ставим стоп, считаем, смотрим, сколько пунктов, считаем стоимость пункта, потом считаем, исходя из этого лот, и допустим, там стоп у нас 200 долларов, в таком случае взяли, сделали ставку 200 долларов, трейк-профит 600 долларов, там три к одному, что было, и все, и ждем. А, ОС работало, прикольно. На самом деле это напоминает, и это на самом деле и есть, это игра в казино, так не делается, то есть вы должны понимать, сколько денег вы вложили в эту сделку, сколько вы еще можете долиться, и таким образом, чтобы, когда даже рынок идет против вас, у него больше шансов к тому, что он вернется обратно, и вы можете себе рассчитать любое падение, и несколько раз долиться, и заработать, и на этом еще больше заработать, потому что когда вы схватили стоп, то у вас уже денег нет, но когда вы несколько раз долились, и есть шанс, что оно пойдет вверх, то вы тогда заработаете. Понятное дело, сейчас у вас будет, что как там несколько раз доливаться, и мы же там отсталемся. А для этого делаются расчеты, чтобы вы не слили. Вот это и важный момент, что 90% трейдеров не умеют сделать расчеты. И это мы с вами тоже будем разбирать, потому что риски – это один из важнейших факторов. Вот. Теперь давайте это все объединим. Получается, мы с вами определили глобальный макроцент. Мы с вами понимаем зону, где надо покупать или продавать. Допустим, вот рынок падает, мы понимаем, что здесь где-то надо купить. Мы знаем с вами, что мы можем здесь купить, мы знаем, где мы можем долиться и где будет наш топ, и мы знаем, где будет наш тейп-профит благодаря скользящим тем же средним и реальному валютному курсу. В результате получается, что мы здесь где-то заходим в сделку по одной из наших моделей. На основании построенных тех же уровней, мы с вами это тоже будем разбирать. И как результат, мы уже понимаем, ага, нам здесь надо купить, потому что такой-то макротренд, потому что такой-то образовался сигнал. И в результате с большей долей вероятности мы будем действительно зарабатывать на наших сделках. И количество прибыльных сделок, количество прибыльных инструментов, то есть тут еще важный момент я хочу, чтобы вы понимали, я не отношусь к каждой отдельной сделке, как это там что-то особенное. У меня есть торговые инструменты. К примеру, евро-доллар. Я понимаю, что, ага, допустим, евро-доллар надо покупать. Где я его буду покупать? Вот здесь, здесь и здесь. Хорошо, все определил, посчитал себе риски и я считаю одной сделкой. Даже все вот те доливки, если какие-то я делаю, это все я считаю как одна сделка. И там, где я ее закрыл, это будет моя или прибыль, или мой убыток. То есть по одной валютной паре. И рассчитываются риски по одной валютной паре. Вот это тоже важный момент, чтобы вы понимали, что нам не нужно, нам не надо там сделки с маленькими стопчиками, зашли-вошли, зашли-вошли, это будет игра, и она вас приведет или к водо-мане, или ни к чему хорошему она вас, собственно, не приведет. За, сколько, за предыдущие три года где-то я провел свыше 300 индивидуальных консультаций, и за это время все трейдеры, которые у меня обучались, 99% имеют 90% прибыльных сделок. 90% прибыльных сделок. Это по всем. Да, бывают стопы, но они перекрываются, я-то сами понимаете, 90 к 10. Это большая, большая раз. Вот. Это раз. Дальше идем. Теперь смотрите следующее. То есть мы понимаем, где это торговать, мы понимаем глобальный маркет ренд. Вот к примеру я вам сейчас покажу, можете даже сделать, поставить себе на паузу, это анализ делался на начало недели, и на данный момент у нас такой вот маркет ренд. Большинство из вас, как я уже сказал, я уверен, что вы торгуете по техническому анализу, у вас есть какие-то направления. А теперь добавьтесь, нет, модели входа. Теперь к те глобальные направления добавьте к вашему техническому анализу. И в итоге вы увидите то, что, к примеру, если там СД, ЮСД надо покупать, и у вас появился модель на покупку, то у вас больше шансов на то, что вы когда купите, это будет начало сильного движения наверх. Или же наоборот, если там модель у нас есть по ЮСД, Канада продажа, то наоборот, если вам лучше больше продавать, потому что вы тогда заработаете больше именно по глобальному тренду. И движение по глобальному тренду будет сильнее. Ну, чтобы много не говорить, тоже НЗД, ЮСД, пожалуйста, анализ делался. Даже вот за последние нескольких дней любое падение, падение, опа, появился сигнал на покупку, вот, пожалуйста, сколько у нас, 60 пунктов пошло. Я, в принципе, в пунктах не считаю, больше считаю в процентах, потому что я вложил определенную сумму и сколько процентов я заработал. То же самое имеем. Видите, любое снижение идет медленно, а движение по глобальному тренду идет резко. То же самое и доллар-канад. Любой рост идет медленно, а USDCAD, вот здесь у нас уже в декабре месяце надо было его продавать, вот мы видим, любые откаты идут медленно, а движение по глобальному тренду максимально резко. И оно дальше, в принципе, будет продолжаться. Вот. Это я объяснил, общие принципы моей торговой стратегии, то, как я работаю на валюте. В принципе, эта же торговая стратегия применяется и на акциях, и на сырье. Единственное, что на акциях еще дополнительно учитывается, понятное дело, макроанализ, но с учетом экономических циклов. Это я по ходу каждое занятие буду давать какой-то дополнительный материал обучающий, что таким образом вы будете и понимать то, что я делаю, и еще дополнительно торговать вместе со мной. Вот. Так. Хорошо. Теперь идем дальше. Что мы сегодня разберем? Сегодня давайте я вам объясню, как быстро определить макро-тренд и на что непосредственно обращать внимание. Смотрите. Первое, на что мы должны обращать внимание, это на политику, политика центрального банка. Потому что именно центральный банк, он как бы больше всего влияет на валютный курс и на ток и на ожидания непосредственно инвесторов. Вторым уровнем влияния являются Минфин и непосредственно налоговая политика, или по-другому ее называют фиксальная политика. Вот. И почему тут момент? А как нам определить политику ЦБ? Смотрите. Я думаю, вы слышали такое слово, как количественное смягчение. То есть центральный банк печатает деньги, на них покупает активы. Какие активы? Активы рынка, капиталы, облигации, гособлигации. И в итоге получается, что если растет баланс центрального банка, то в таком случае получается, произойдет следующее. Денег в экономике станет больше, пойдет спрос на облигации, облигации станут дешевыми, то есть доходность облигаций упадет, как результат они станут не так интересны для инвестирования, больше не будет инвестироваться в акции. И в результате, так как облигации не так интересны, если будут продавать, деньги будут уходить в акции или вообще выводиться из страны, и в результате курс американского доллара будет падать. И я думаю, вы тоже видели, или если не видели, будете знать теперь, что у нас есть обратная корреляция между курсом доллара и индексом, тем же S&P 500. Смотрите, я вам сейчас покажу. Например, тот же индекс SPX. Мы возьмем S&P 500, к нему добавим DXY, это индекс DX, это индекс доллара. Вот индекс. И что мы видим? Вот он есть. Видим, что когда у нас фондовый индекс растет, индекс доллара наоборот или снижается, или во флете. И так всегда. Давайте тут посмотрим. Тоже вот, пожалуйста, падение индекс доллара наоборот растет. Потому что было интересно выражиться именно здесь, во-первых, подешевевшие акции, и здесь же были высокие доходности по облигациям. Где у нас еще? Вот, пожалуйста, тут прям явно видно, как... Да, понятное дело, есть моменты, тут же не идет речь о том, что стопроцентная корреляция, есть моменты, когда они растут одновременно, но в основном своем мы видим, что при росте SPX, то есть при росте фондового индекса падает курс непосредственно американского доллара. И обратная картина. Так, соответственно, теперь мы это с вами определили. То есть первый, это политика ЦБ, в частности, баланс Центрального банка. Я вам сейчас объясню, а потом покажу, откуда это все брать. Это все открытые источники, это все легко найти, ничего здесь сложного нет, вы это просто себе посмотрите и много чего поймете. То есть теперь мы это определили. Второй момент, что мы определяем, ага, определили баланс Центрального банка, поняли, в какую сторону будет, вернее, двигается Центральный банк, будет он повышать или поднижать процентные ставки. Следующее, на что мы обращаем внимание, это на инфляцию. Так, инфляция. Почему на инфляцию? Потому что Центральный банк, у него есть для поддержания его, так называемой, финансовой стабильности, есть цель по инфляции. Все Центральные банки развитых стран, развивающиеся стран, все они имеют определенную цель по инфляции. В частности, развитые страны, такие как Штаты, Япония, Австралия, Новой Зеландия, Швейцария, Британия, у них Европа должна, у них цель по инфляции 2%. То есть, если годовая инфляция будет на уровне 2%, то в таком случае это считается нормально. Если она больше, надо принимать какие-то меры. А какие-то меры? И уменьшать объем денег в экономике, то есть уменьшать свой баланс, тем самым денег станет меньше, курс станет выше. Раз курс будет выше, то инфляция падает. То есть, тут тоже надо, должны понимать, что если местная валюта укрепляется, инфляция падает. Если местная валюта падает, инфляция растет. Это первое. И обратная картина. Если инфляция низкая, в таком случае политика количественного смягчения, деньги в экономике больше, курс становится меньше, и в результате инфляция начинает расти. Вот. И следующий момент, когда мы уже определили инфляцию, третий пункт определяем, будут ли инвесторы вкладывать деньги в эту экономику. А бенчмарком для этого у нас будет десятилетние гособлигации страны, которую мы анализируем. Если доходность десятилетних облигаций страны, которую мы анализируем, выше, чем таргет по инфляции, то в таком случае в эту страну будут вкладывать деньги. Если ниже, в таком случае денег вкладывать не будут. Ну, есть, понятное дело, погрешность, что если, к примеру, доходность по гособлигациям десятилеткам 1,99, а таргет 2%, то, понятное дело, что тут можно вложиться. Почему не будут вкладывать, если меньше 2%? Все логично, зачем мне держать деньги по 2% Если не ожидается ни понижение ставок Ни какие-то другие изменения И меня доходность ниже, чем инфляция То есть я просто реально теряю деньги В реальном выражении у меня деньги Покупательная способность моя падает Поэтому, понятное дело, не будет большого спроса Спрос там-то будет, потому что банкам и так придется инвестировать Хоть что-то в свои деньги Но большого интереса и большого спроса как-то не будет И таким образом, смотрите, какая он пошага воздействия Первое, что смотрим баланс центрального банка Он растет или падает Второй момент, смотрим непосредственно Что происходит с инфляцией за последние 3 месяца То есть если эта инфляция растет В таком случае мы можем ожидать Что центральный банк будет принимать какие-то меры Или для повышения процентной ставки Или уменьшения объема денег в экономике И следующее, что мы смотрим, это доходность по облигациям И таким образом мы понимаем, чего ожидать От центрального банка баланса инфляции Что он сейчас делает и что ожидают инвесторы И в итоге, если у нас доходность по тем же 10 лет Меньше, чем доходность, чем инфляция То интереса для инвестирования расстроения нет И эту валюту будут продавать То есть валюта пойдет больше в шорт Или обратная картина Если выше, то валюта пойдет в лонд Вот это я сейчас постарался максимально простым языком Максимально просто объяснить То, как можно, проанализируя монетарную политику банка И центра банка И непосредственно инфляцию и доходность облигаций Понять, что можем ожидать в ближайшее время от валюты Понятное дело, здесь не удавалось В зависимости от сырьевых стран От нефти, меди, пшеницы и тому подобное Это более глубокий анализ Который я не вижу смысла вам сейчас объяснять Давайте мы это делаем У нас есть отдельные исследования и центры В котором аналитики делают весь этот анализ И, собственно, я имею большую часть информации По поводу того, какая на данный момент ситуация В разных секторах экономики Но в данном случае для торговли валютой И для понимания экономического цикла Вот этого нам с головой хватит В следующее видео я расскажу более подробно О том, как непосредственно работать с теханализом Но теперь давайте разберемся Это все на практике Я это объяснил на пальце А теперь давайте приступим к практике Для того, чтобы приступить к практике У нас есть такой сервис Называется Trading Economics Это абсолютно бесплатный сайт Здесь можете зайти Найти всю макроэкономическую информацию По практически каждой стране И давайте проанализируем тоже United States По нашей методике Первое, что заходим сюда И смотрим на раздел деньги Здесь у нас есть процентная ставка Это понятно Нас больше интересует Центральный банк То есть баланс центрального банка Отрываем данный баланс Здесь данные публикуются раз в неделю Мы смотрим за последний год И мы видим, что начиная с сентября 2019 года Резко начало увеличение баланса центрального банка Можете даже посмотреть сейчас на Индекс S&P 500 Сентября 2019 года Что произошло? Вот у нас с сентября 2019 года Ровно с сентября 2019 года У нас началось резкий рост Индекса S&P 500 на 14% за полгода Три месяца Вот, пожалуйста Как только центральный банк Начал увеличивать Этот Свой баланс Вот, теперь идем дальше То есть мы понимаем Что баланс центрального банка растет Но будет ли он расти дальше? Для того, чтобы нам понять Будет ли он расти дальше Нам нужно посмотреть на инфляцию Заходим в раздел Prices Inflation Rate И здесь смотрим Инфляция у нас в последнее время Вот как раз В упорке вышли данные по инфляции В штатах 2,3% То есть инфляция Ваши таргета И последние 3 месяца растет То есть в итоге В ближайшее время Центральный банк Будет принимать Какие-то меры По снижению инфляции А этими мерами Будет Или Повышение Процентной ставки Или Замедление Роста Баланса Центробанка Скорее всего Они больше приступят К тому, что Будут Не так Много денег Вливать В экономику Пока еще Оно по инерции Пойдет Но Я думаю Уже Ближе К февралю Месяцу Этот баланс Еще постепенно Замедляться Так вот Теперь смотрите Если мы понимаем Что пойдет Это замедление Нам нужно понять А выгодно ли Инвесторам Сейчас вложиться Получается Что На данный момент Если больше денег Не будет вливаться Больше Не будут Выкупать Облигации То Это доходность Самая низкая А тут еще важный момент Доходность облигаций И цена облигаций Обратно Пропорционально То есть Если падает доходность Растет цена И если падает цена Растет доходность И получается Что на данный момент У нас 1.82% Доходность По десятилеткам И нам нет Интереса для вложений В эту В эти облигации Потому что Они ниже чем Таргет И нам И это раз Второй момент То что Если Будет расти доходность А в ближайшее время Ожидается Что будет расти доходность То и интереса для вложений Тоже нет Значит валюта будет падать В итоге мы это Записываем себе В Сюда В валютную матрицу В США Сел И такой же анализ Делай по всем Другим странам Я Не хочу Сегодня делать Весь этот анализ Потому что И так Достаточно Много времени Ушло Постарайтесь Сами сделать Все-таки Сегодня больше Обучающие видео Следующее занятие Будет больше Практических видео И статистический Анализ Будем проводить С вами Вот И Сами поймете Где что надо покупать Где что надо Продавать На данный момент В целом Валютная матрица Выглядит Следующим образом За следующую неделю Тоже ничего не поменялось Можно применять Эти данные Для анализа Вот И теперь Как я уже сказал Мы определили Глобальный тренд Это делать не сложно Мы теперь понимаем Куда движется рынок Мы понимаем Куда идет движение По основным странам Теперь нам остается Только по теханализу Зайти в правильную сделку И с помощью Рис-менеджмента Посчитать риск Вот Это мы с вами Будем заниматься На следующем занятии И там уже У нас будет Больше практики И больше Живой торговли Еще первые Там несколько занятий Пусть это даже будет Два-три занятия Сделаем Больше обучающие А дальше Будет практика И вы в любой момент Сможете посмотреть Первые занятия В которых Я все это Объяснял Собственно На сегодня у меня все С вами был Михаил Ильич Руспехов Вам побольше профитов Торгуйте Осознанно торгуйте Зарабатывайте деньги И будьте успешными Подписывайтесь Конечно же на канал Ставьте лайки Это обязательно Всего хорошего До связи